коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня разберем очень интересную тему про ходжирование как инструмент страхования рисков на рынке бывают ситуации и встречаются такие факторы которые оказывают существенное влияние на движение цены инструмента и может произойти что называется ход против особенно когда мы уже находимся в позиции как можно применить феджирование для того чтобы застраховать себя от возможных потерь заработанного да то есть пофиксировать бумажную прибыль при этом не закрывая сделок допустим есть какая-то компания по которой сильное шартовое движение но например завтра выходит отчет о деятельности в котором некоторые аналитики допустим ожидают ростом выручки например или просто какие-то позитивные новости в этот момент мы можем за сюда за хеджировать свою шартовую позицию если мы находимся в открытом шарке да и едем среднесрочно идет или долгосрочно мы можем открыть ланге по инструменту через другие инструменты через фьючерсы либо через опционы да то есть в ожидании некоторого движения в сторону укрепления до укрепления в сторону роста значит существуют различные методики подхода и в том числе на форекс и разберем вчерашний пример на криптовалюте по классике да допустим есть некая компания или группа трейдеров крупных которые там набрали себе где-то внизу ланговой позиции и уже состоялась какое-то движение но это движение да как оппозиционный например я там жду движением в сторону 70 тысяч 18 сентября до вчера у нас было новости по процентной ставки сша которая эти новости оказывают существенное влияние на рынке и задают тонна длительный промежуток времени то есть эта новость не отрабатывает как правило там за день-два и движение происходит после этого широкий значит как я могу за хеджировать себя от рисков получение вчера такой сопли до сильного нисходящего движения я могу открыть шартовые позиции через фьючерсы и случае там сильного нисходящего движения у меня прибыль от лангов будет уменьшаться от шартовых позиций на ключах на например будет расти тем самым вот это положительная дельта которая была достигнута она у меня будет просто перемещаться вниз то есть здесь будет плюс а здесь плюсовой вот этот доход будет снижаться но дельта всегда будет оставаться положительно да там есть свои небольшие еще расходные части на открытие позиций на ставку до этого финансирования то есть по чуть-чуть будет подъедать но это по чуть-чуть она не существенно с точки зрения удержания позиции можно то же самое пробовать применять на рынке форекс единственное только нужно потренироваться и выбрать две валютные пары которые как правило коррелируют между собой и целом показывают там плюс-минус одинаковую динамику на примере разберем евро и фунт то есть в целом у нас плюс-минус картинка схожая фунт чуть посильнее да стоит евро немного пониже фунта но в целом динамика прослеживается допустим у нас открыто лонговой позиции по евро где-то мы там на донышке подобрали и вот мы выселили движение там откат и в момент выхода новостей у нас есть некоторая положительная дельта да то есть вот это расстояние но у нас положитель рынок может отреагировать противоположным образом да то есть базовый сценарий для снижения процентной ставки это более дешевый долг что должно в как раз в базовых условиях до вызывать укрепление инструментов по отношению к доллару то есть евро доллар там лонг золото доллар лонг иена short да то есть обратным такие пары мы можем взять и скажем открыть на фунт долларе чертовую позицию перед выходом новостей тем самым мы будем иметь некую положительную дельта по евро и в случае если будет здесь какое-то нисходящее движение мы на этом будем зарабатывать на евро мы будем потихонечку давать прибыль это можно использовать с точки зрения переоценки да то есть новости необходимо переварить рынку и размашистые вот эти движения не как правило во первых возвращаются к моменту да то есть цена находится в момент выхода новости где-то потом вот так вот размотать две стороны и потом отсюда уже будет какое-то направленное движение в одну или другую сторону то есть вот этот момент можно пересидеть фидже затем проанализировать посмотреть как рынок реагирует и в случае если продолжается лонговое движение то вот этой шартовой позиции вы просто закрываете там некий убыток да то есть чуть-чуть вы отдали от профита и дальше уже своей основной позиции едете по направлению движения таким образом можно нивелировать на возможные риски практически бесплатно там небольшие расходы все равно будут как ни крути но в целом это неплохой подход для тех кто пересиживает новости не желая фиксироваться да то есть это больше по конечно позиционный трейдинг но и на малых депозитах так тоже можно действовать единственное просто мы будем долго сидеть позиции когда такой средний срок-долгосрок но это вполне себе можно применять кстати у кого нет возможности работать на больших депозитах компании девчонка сейчас открыта возможность стать проб трейдером пройдя челлендж и это я считаю прекрасная возможность попробовать себя да на существенных депозитах проверить свои эмоции как вы с ними справляетесь в случае роста доходности да это весьма и весьма неплохо так что кто не пробовал проб и рекомендую попробовать компания герченко принципе все вместо того что хотел сказать с учетом снижения процента ставки по доллару ожидают золото дальнейшие ланговые движения на крипте в принципе да там может быть еще будет будет какое-то нисходящее движение коррекционное но в целом пока придерживаясь лангов часть позиции у меня едет до нужно будет последить вот за этим откатом он остается внутри на теме сломав структуры я разбирал и рассказывал про двуступенчатые сломы когда мы находимся в очень сильном нисходящем импульсе и не ломаем да вот эту рундов сдвижение нету можно ожидать две остановки подход к второй остановке поджаться и вот здесь тогда можно будет говорить уже о неплохих продолжениях лангов можно будет попробовать посидеть что говорится а так движение задано до нужном векторе самое главное теперь прислушиваться к пресс что они намереваются дальше делать да какими темпами будет снижаться процентная ставка сильно быстро тоже нельзя поэтому процесс снижения ставок он затягивается во времени но начало снижения ставок прошлый раз вызвало неплохое движение по криптовалюте то есть это такое тон на длительный период времени чем на сегодня у меня все всем удачи пока пока